Привет спортсменов и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт. Внимание! И снова у нас есть новость из мира шашек. 20 января в Нижнем Новгороде на базе спортивной школы 17 прошло первенство в области по русским шашкам среди мальчиков и девочек 2009 года рождения. Саров на них представляли подопечные Олега Васенькина. За звание лучшего в области сражался 21 спортсмен. Победителем турнира стал Михаил Камчатный, набравший 7,5 очков из 9 возможных. Александр Чучков с шестью очками завоевал бронзу. В дни весенних каникул ребятам предстоит поездка на первенство России среди школьников. 20 января в спорткомплексе Хабарской под Нижним Новгородом состоялись детские горнолыжные старты «Герои будущего». В соревнованиях приняли участие 90 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Прекрасно выступили наши юные горнолыжники. В возрастной группе 5-6 лет среди девочек чемпионкой стала Маша Антипова. У мальчиков 5-6 лет серебро завоевал Лева Белин, бронзов Кирилл Буренин. В возрастной группе 7-8 лет вторые места у Косаревой Кристины и Леши Рябова. В возрастной группе 10-9 лет чемпионкой стала Даша Мохова. Звание старшему тренеру, преподавателю Саровской школы Олимпийского резерва «Атом» Елене Седовой было присвоено приказам Министерства спорта Российской Федерации. Среди ее прославленных воспитанников такие спортсмены, как Ирина Хазова, это бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года. Александр и Мария Трунова, это победители первенства России по лыжным гонкам. Артем Мальцев, призер этапов Кубка мира. В феврале прошлого года Анастасия Седова в составе женской эстафетной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр в лыжных гонках. От всей души ее поздравления с этим званием. Первенство Орфиас вне по бадминтону в рамках «Спартакиады-2009» завершилось в спортивном зале клуба «Авангард» 20 января. В нем приняло участие 11 команд из коллективов физкультуры ядерного центра. В первый день проходили отборочные игры, а во второй день на выявлении победителя. Играли три партии до двух побед в каждой. В результате встреч первое место заняла команда КФК «Союз», второе КФК «Буревестник», а третье КФК «Старт». Поговорим о баскетболе. Тут сразу несколько новостей. 20 января «Саровский Атом» принимал гостей из Булахны и Семенова в рамках чемпионата области Нижегородской баскетбольной лиги. Наша команда играла не в оптимальном составе, поэтому матч для наших ребят получился очень тяжелым. После равной первой десяти минутки «Саровчане» откровенно провалили вторую четверть матча. Почти весь матч наши баскетболисты проигрывали, но в решающий момент ребята показали характер и сравняли счет за три минуты до конца матча. В неравной концовке «Атом» оказался сильнее 63-59. Продолжается и чемпионат города по баскетболу. До финальных игр осталось не так уж и много времени. И каждая команда старается войти в четверку лучших, чтобы побороться за главные награды турнира. «Авангард» проиграл «Союзы» с 67-79, профтехучилище проиграло «Дюж» в 83-93, «Полет» победил «Энергию» в 77-55, в матче с «Дюж» полет также оказался сильнее 90-94. У Валерии Щеголихина амбициозная и вполне осуществимая спортивная мечта. Молодой человек в будущем хочет стать частью одного из самых сильных баскетбольных клубов страны – ЦСКА. К своей мечте Валерий двигается довольно успешно. В 10-м классе играл для свой год дублеры. В 11-м классе у меня закончились мои соревнования по моему возрасту. Я начал играть за мужчину. Матч с командой городообразующего предприятия «Полет» для Валерии и его команды начался удачно. Ребята стали забивать с первых минут. В какой-то момент табло показывало разницу в счете в 10 очков. Обе команды были настроены на победу. Одни брали опытом, другие – скоростью и энергией. Чтобы играть за первое, второе, третье, четвертое место, надо попасть в четверку. Мы сейчас занимаем пятое место. А вот эта команда, вроде как, третья или даже вторая, не помню. Они тоже, короче, входят в четверку. И нам их нужно выиграть. От своих соперников Валерия отзывается очень уважительно. Полет – команда опытная и сыгранная. Первая встреча с ними для команды «Дюж» закончилась, хоть и не разгромным, но все же поражением. Первая четверть показала, что «Дюж» настроен на победу. Но полет опытной команды подтянулась. И я думаю, борьба будет каждую четверть до конца игры. Борьба для обеих команд получилась очень напряженной. До последних секунд было непонятно, кто же возьмет верх. Но все же опыт команды «Полет» сыграл решающую роль. С минимальным перевесом матч закончился в их пользу. Второй круг чемпионата только начался. Поэтому у команды «Дюж» есть все шансы побороться за золотые награды. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 19 января в Ледовом дворце состоялся очередной домашний матч «ХК Саров Инвест». Гостями нашего города в этот раз стали хоккеисты из «Кстова». Результаты тонкости игры узнавала Ирина Вышигородцева. Тяжелый и нервный матч, удаление, жесткая борьба за шайбу, овертайм и решающие булиты. В первом периоде хоккейный клуб «Кстова» заявил о себе, как и серьезном сопернике, отправив в ворота саровчан сразу две шайбы. Во втором нашим хоккеистам удалось сравнять счет. «Команда «Кстова» немножко подсела, учитывая то, что все-таки более молодые, скажем так, игроки там в команде. Мы немножко добавили, соответственно, больше бросать стали, больше играть в нападение, больше добивать. Это привело к уравнению счета». В третьем периоде на льду развернулась настоящая борьба между командами. Буквально за две минуты до конца игры хоккейный клуб «Кстова» вырвался вперед, забив нашим спортсменам очередную шайбу. Но саровчане сдаваться были ненамерены и за 11 секунд до конца финальной сирены сравняли счет. 3-3 по итогам основного времени. «Расслабились немножко, на мой взгляд, после прошлого года. А так все хорошо». «Братского поворота нам не хватает и скорости. А так все нравится». «Нам очень нужна эта победа». «Дома вы должны выиграть. Стены родные должны выиграть». Пять минут дополнительного периода не повлияли на результат судьбы игры, решили булиты. Счет 3-4 в пользу хоккейного клуба «Кстова». «Игра получилась очень хорошая с обеих сторон. Обе команды выглядели прилично. Саровская команда очень хорошая, хорошие ребята. И наши ребята тоже отдавались полной самоотдаче. Я со всеми доволен». Следующая игра хоккейного клуба «Саров Инвест» пройдет на выезде 26 января в Дальнем Константинове. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Профессионалы с ХК «Саров» также не слишком удачно начали выездную серию в Китае. Первый матч у них был с КРС ОРГ из Пекина. Первый игровой отрезок завершился для нашей команды с равным счетом 3-3. Но остальная игра получилась в одни ворота. Итоговый счет на табло замер на цифрах 8-3 в пользу хозяев площадки. После игры главный тренер команды Игорь Аверкин признался, что ему за такую игру своих подопечных очень стыдно. И что это полный провал обороны. На данный момент турнирную таблицу ВХЛ возглавляет команда «Нефтяник» с 72 очками. Команда «Саров» на 25-й строчке. У них всего 34 очка в копилке. Всемирный день снега организован в Сарове уже в шестой раз. И с года в год этот праздник набирает все большую популярность. В этот раз, по оценкам организаторов, его посетили более 2,5 тысяч саровчан. В рамках Всемирного дня снега прошел день единых действий и день зимних видов спорта. С целью привлечения большего числа людей к занятиям спорта в зимний период времени, а также активный отдых всей семьей на природе, где люди могут не только семьей, но и компаниями построить снежную фигуру, поучаствовать в конкурсе, который проводится в Центре внешкольной работы. Представлены русский хоккей, представлен зимний мини-футбол, также лыжные гонки. Большой интерес у посетителей праздника традиционно вызвал конкурс снежных фигур. Стараниями воспитанников детских садов, школьников, их родителей, учителей и воспитателей на лыжной базе поселились герои любимых сказок, вылепленные из снега. Колобок, царевна лягушка, курочка ряба, змей горын, чем многие другие. Инициативная группа детского сада номер 31 создавала персонажей русской народной сказки «Заюшкина избушка». В этот раз у нас детки еще очень маленькие, они любят эту очень сказку, сочувствуют зайчику, хотя и лисичке тоже сочувствуют, потому что домик у нее растаял. Поэтому мы выбрали эту сказку, пообщаясь с детьми, вот они предложили. День снега, по признанию участников, стал прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе и получить заряд бодрости и хорошего настроения перед рабочей неделей. Классная погода, сегодня тепло, даже вполне весело, очень интересно, креативно получается все лепить. Даже не ожидал, что так получится. Пришли, была маленькая кучка снега, а получилось очень даже красивое сооружение, так скажем. Также на лыжной базе работали игровые зоны, был организован забег в Кикуруме и семейный спуск с горы на Ватрушках. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!